привет друзья сегодня у нас 27 мая 2021 года произвожу съемочку семьи вот как раз нашел матку обратил внимание что ну тут вот есть и старый мят еще и вот смотрю что начали заливать заливать матку она там за бруском сейчас прячется дело не в этом дело в том что вот вот вижу что вот здесь засев однодневный а вот уже вот вот они с той стороны еще лучше видно уже начинают не давать матки сеять уже начинает заливать матку я должен им помочь в этом плане мои действия вот приготовил ганимановскую решетку вот сейчас матку на вот этой рамке зажимаю медовыми сотами не даю матки чтобы она не сеяла буду так иногда так контролировать хотя это уже перед перестраховка я считаю что вот этот признак что уже ячейки заливает тут и яйцо и вот здесь уже рядом что заливает ячейки это уже получается инстинкт размножения убывает и прибывает сейчас уже больше прибывает инстинкт накопления вот это я уже четко заметил и сейчас должен им помочь сейчас поставлю анимановскую решетку покажу еще вот показываю рамочку которая вся залита уже конкретно уже эта семья работает и собирает мед я должен ей помочь еще кстати я могу сказать что это племенная семья вот вот где племя не там где много пчел а именно там где быстро переключается от размножения к сбору чувствуют этот момент чел и вот это племенная семья сейчас еще дальше будет показывать продолжая съемочку показа еще одну рамку где выходит расплод и прямо между где расплод вышел все заливает это явный признак что матки не дают сеять она если даже одна с ячейка будет свободная она никогда не будет сеять в одну ячейку и надо несколько хотя бы вот такой пятачок свободный это уже указывает что пчелы хотят чтоб размножались а это сейчас они показывают что они хотят на как на накопление хотят при возможности контролирую дно шел на дне просматриваю ну что было пять пять дохлых пчел было так все нормально костным маслом смазывать уже не буду сейчас уже пусть работают уже время лечить уже прошло поставил пустой корпус сейчас буду ставить полнометные рамки полные рамки с медом убедился что матка на соте на котором сути я ее нашел на этом сути я ее поставил сейчас еще ну то что залили что залили что даже можно не то что запечатанное просто залили ей это уже хороший сигнал что она должна делать себя тихонечко сидеть и ждать пока они соберут когда взяток кончится матка знает что от нее хочу вы хотят матку с рамкой установил уже показал вам и вот такую рамку такие вот рамки полнометные можно даже с прошлогодним медом по краям они уже занесли уже и свеженький медик этого года в общем такими рамками нужно хотя бы тремя штуками и прижать чтобы она через медовые соты она не должна уйти будет сидеть на том соте где где ее посадил сейчас поставлю этот сот и еще таких сотов наставлю потом дальше покажу продолжая съемочку вот поставил 4 рамки запаса у меня больше половины запечатанная третья часть не запечатанная то есть матки сеять некуда прижал ее рамками запаса вот я выставлю которые сама больше с медом сейчас выставлю сюда полностью корпус зажму матку все установил аниманов скую решетку вот так она выглядит обвязка такая и внутри она вставлена матки пройти она не сможет уже все пройти сюда наверх если они что только они могут это пространство немножко за мостики построить пусть делают потому что если раз и вложить на сами рамки то потом бы давай она прилипает прополисует а так лучше прополь это воск лучше срезать с решетки чем чем отдирать вот это воск это прополис потом я так мне удобно вот так вот установил второй корпус здесь еще есть рамочки не осмотренные с печатным расходом с открытым я считаю что я нет смысла даже просматривать рамки на предмет маточников потому что по семье чувствуется что она в рабочем состоянии даже что что тут маточники их не может даже быть на всякий случай так я сейчас проверю проверю себя еще уже сколько раз проверяю интуиция не подводит моя задача сейчас весь печатный расплод сюда выставить с таким учетом чтобы на самый верхний корпус пошли белые рамки с белой сушью полностью пустые полностью подмет этого года выставил печатный расплод весь в этот корпус печатный расплод и медоперговые рамочки в третий корпус вот третий корпус выставил еще что не поместилось 4 рамочки тут получается уже печатный расплод и медоперговые медоперговые не убираю медоперговые почему потому что когда может поменяю печатный расплод сюда принесу усилию еще этот медовичок туда заберу вот это медоперговые и с остатками немножко печатного расплода здесь то есть эту семью можно смело подсиливать почему потому что все просмотрел рамки печатного расплода ни одного маточника так я не нашел о чем я уже говорил раньше что здесь не может быть и эту семью можно усиливать смело я думаю что где-то две-три рамки печатного расплода на выходе можно сюда дать подсилить эту семью так как она уже на собирание не на не на размножение она на собирание вот сейчас выставляю такие вот светленькую сушь светлую сюда сейчас покажу такие рамочки это сушь уголки чуть-чуть может не достроены до комплектую вот это что поместится сюда вот такой суши белый вот так собирается медовик всем до свидания всем пока